Около 4 тысяч деревьев были сломаны шквальным ветром в южных областях Украины. Непогода обесточила 245 населённых пунктов. В эти дни, пожалуй, могли порадоваться только хлеборобы, ведь на зимую пшеницу упал пушистый снежок. Вот как выглядели 22 апреля поля вдоль трассы Одесса-Киев. Однако в населённых пунктах ситуация была чрезвычайной. Тысячи украинцев по несколько суток жили без электроэнергии. Не пощадила непогода и наш город, где порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Ветки старых деревьев ломало, как спички. Они падали на крыши домов и магазинов, на машины, припаркованные на улицах, на трубы газоснабжения и на линии электропередач. Мы все видели, что в городе у нас было три дня практически перебоя с электроэнергией. Стихия нанесла, ну в первую очередь урон, это старые деревья, которые оборвали наши линии электропередач. Будем так говорить, что район ЖД вокзала пострадал, основная масса района ЖД вокзала, так как там очень много старых деревьев, которые, будем так говорить, не удалялись много-много лет. Район, где мы удаляли старые деревья, у нас вообще практически не пострадал. Совместная работа облэнерго, газовое хозяйство, ЖКС, водоканалы. Мы все видели, люди работали практически трое суток без выходных. Я лично держал с ними связь по телефону. Ну, будем говорить, помогла моя страничка в Фейсбуке. Люди просто писали адреса, которых не было электроэнергии. Будем говорить, что дежурный на подстанции практически не знал тех адресов, которые знал я. И мы уже совместно с энергосбытом практически сверяли списки, где есть электричество, где нет. Будем так говорить, что каждому человеку, у кого не было электроэнергии, я был с ним лично на ВКонтакте, звонил, интересовался, приезжали. В режиме, будем говорить, ручного управления мы где-то заставляли, где-то подвозили. Все, что надо было, мы обеспечили. Ну и все, у нас как бы с электричеством проблем нет. В очередной раз проявила себя с положительной стороны жилищно-коммунальная служба. В ночь с 20 на 21 апреля вся техника этой организации вышла на расчистку улиц от снега. Все дороги были приведены в порядок. Основные проблемы были связаны с обрывами проводов. В эти дни стало понятно, что прошлогоднее решение городского совета о ликвидации в рени старых деревьев было правильным и своевременным. Где-то в душе приятно, что мы выбрали правильное решение по удалению старого деревья, потому что очень много меня критиковали за это. Но на практике мы видим, что наше решение оказалось правильным. Эти деревья надо планово, будем говорить, вырубывать, садить новые, потому что мы видим, что все обрывы у нас линии электропередач, это только из-за веток, упавших деревьев. Уже, к сожалению, деревьям по 70-80 лет всему приходит свой предел. И мы видим, что там, где это все не было вовремя сделано, люди страдали, по 2-3 дня сидели без электричества. Сегодня те мои противники, которые меня критиковали, все приходят и говорят, Игорь Викторович, нам надо удалять эти деревья, потому что на практике мы убедились. Если бы это были морозы зимой, мы бы имели бы большую-большую проблему. Хочу поблагодарить всех тех работников облэнерго, газового хозяйства, водоканала ЖКС, которые 3 дня, будем так говорить, не покладая рук. Один из реницев в фейсбуке написал «Перезимовали зиму, перезимоем и весну».